Слух, багаж знаний и полтора часа, чтобы без ошибок перенести текст на бумагу. В резиденции штаб в основном люди творческие. Журналист Анжела Яушева уже пять лет живет в Петербурге, причем работает в англоязычном издании. Я приехала домой в гости к родителям и хотела вспомнить родной язык. Пять стоит в дипломе в школе. Не знаю, вот посмотрим, сейчас как раз узнаю. Не прочь проверить себя и те, кто татарским владеет профессионально. Профессиональный журналист даже не говорит о том, что человек пишет грамотно. Не всегда, к сожалению. Поэтому никому не повредить, знать, проверить себя. Нравится лексика, нравится фология, синтез. Татарский язык очень интересный, богатый язык. Субботним утром, а вечером пятница. Текстом диктанта стала одноименная повесть Аяза Гелязова. Ее прошла участником поэтесса Елга Зминулина. Жизнь нам описывается деревенская. Поэтому есть слова, которые мы очень редко слышим. Поэтому очень сложные слова мы будем выводить на экран. Штаб сегодня лишь одна из площадок, где в Казани пишут татарский диктант. Желающих также приняли медуниверситет, КНИТУ и Институт филологии КФУ, где акция стала самой массовой. Участвует от мала до велика. Надир Софиулин недавно переехал в Казань из электростали, что под Москвой, и всерьез занялся языком. Трудился инженером-конструктором на атомном заводе и 60 лет говорил только на русском. Но интерес к родному остался от бабушки и дедушки, настоящих татарских аристократов. У них учился писать еще арабской вязью. Дедушка был близким другом Тукая. Жили в одном номере гостиницы «Булгар», вдвоем с ним. Первым читателем его стихов был. В общем, вовсю стараюсь научиться. Ну, вроде бы прогресс, говорит, идет. Свои корни вспоминают сотни людей. Айзи Рагби родился в Китае. Русскому только учатся, но язык предков знает с детства. Вот и сегодня он здесь. Потому что это важно, потому что я татарин. Важность почувствовали еще в восьми странах. США, Канада, Германия, Эмираты. Казахстан второй по количеству городов-участников. Мы стараемся хранить родной язык, потому что нет языка, нет национальности. Татарский дептант стал уже вторым и самым массовым по России 20 регионов. В Тюмени пришли три десятка участников. Анна Евсеева в языке новичок. Ее молодой человек татарин. Говорит, любовь – лучшая мотивация. Может даже как-то улучшить наши отношения, понять его культуру, общаться с его семьей. Где-то полсотни, где-то десяток участников. Но у всех ощущение чего-то общего и глобального. Татарский язык, он для меня считает его родным. Поэтому такое мероприятие было бы пропустить. Ну, как-то очень грустно. В прошлом году я уже писал татарский диктант. И любимый язык продолжаю изучать постоянно. Я хоть и училась в татарской школе, однако разволновалась. Диктант был сложным. Кому что подучить, а кому можно гордиться знаниями. Работы проверят филологи КФУ. Результаты в течение месяца появятся на сайте dictant.tatar. Лина Зинатольевна, Ринат Сафин, Александр Федосеев, Рузили Мамов, Ринат Дусумов, ТНВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова